Христос воскресе! Только что, дорогие отцы, братья и сестры, совершилась Литургия Слова. Общее дело слышание той истины, которая снизошла с небес нашего ради спасения. И о возвещении этой истины именно евангелист Иоанн Богослов потрудился во всей своей жизни. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что это был самый близкий, самый любимый из апостолов Христов. Мы даже знаем, что существует предположение, что когда он пришел ко Христу, он был совсем молодым человеком почти, подростком, и прожил длинную жизнь. И в конце своей жизни, зная уже многое из того, что совершилось в истории первой христианской общины, в истории проповедничества апостолов, он пережил эту истину сам в себе. Это он стоял у креста Христова. Это ему Господь вручил свою мать, которая стала жить в его доме. Это он вместе со своим братом просил Христа не звести огонь с небес на город, который не принял его божественного учителя и услышал в ответ, не знаете, какого вы духа. И вот в конце своей жизни, уже будучи глубоким старцем, он должен был еще пережить гонение на христианскую церковь, когда убивали и мучили уже его любимых учеников. И в то же самое время, несмотря ни на все пережитое, он оставался апостолом любви. Он проповедовал для тех, кто не видел, не осизал, не слышал его Господа. Но тот, кто хотел и искал, мог услышать из его уз, из его слов, все, что некогда он услышал и уразумел, а потом осознал в своей долгой жизни. Его возвещение истины, все как бы было исполнено в двух образах, в образах света и тьмы. Так начинается его Евангелие. Об этом мы читаем в его посланиях, об этом же, об этой борьбе истины и зла, света и тьмы. Мы читаем и в последней, страшной, но великой книге «Откровение Иоанна Богослова». Эта борьба продолжалась после Христа в мире. Она была возвещена всем его ученикам. И он призывает, этот апостол любви, всех ходить во свете Христовом. Ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Но истина есть Сам Христос. Истина есть воплощенная Любовь. Истина живет в сердце каждого человека, если человек родился от воды и Духа. И эта проповедь заставляет нас подумать о том, каким же на самом деле мог выглядеть Господь наш Иисус Христос. Ведь мы видим на иконах такие разные его лики, в зависимости от того, какую жизнь, какое переживание пережил тот или иной иконописец, что он читал и что в жизни его было самым главным. Он изображал Спасителя или благостным, простым, или внутренне сосредоточенным, и даже иногда гневным. И когда мы вспоминаем, что в ту страшную ночь, когда в Девсиманском саду пришли арестовывать Христа, то, увидев Его, эти люди с покелами и дрекольными, мы пали перед ним на колени, пока не осознали, зачем они пришли, пока не совершилось великое предательство. Вот этот образ величия внутренней сосредоточенности, может быть, даже огненного взгляда на этот несовершенный мир, погрязший в грехах. Это воплощенная любовь, которая страдает, уже сейчас понимая, почему Он пришел на землю, и что должно Ему умереть, и что по этому пути должны будут пройти Его ученики. Все те, кто будут искать именно истину жизни, ибо эта истина в том, чтобы любить, даже страдая, а не в том, чтобы благополучно переживать свои короткие дни, забыв о любви, не пережив, самое главное, эти муки ради других. Ведь любовь на самом деле есть очень простое чувство, чувство стремления жить в божественной истине, чувство и мужество переживания верности отношения к этой истине, и всегда же несение креста, готовности к жертвенности. Все это говорит нам о том, что есть Слово Божие, обращенное к миру. И в этом сложном мире, исполненном различных искушений, развлечений, блесткости внешней, на самом деле светит этот свет любви, свет воскресшего Христа. Христос воскресе! Христос воскресе!